Сегодня я попытаюсь напечатать PET лентой нарезанной из пластиковой бутылки без предварительной протяжки Существует сотни станков На мой взгляд это самый лучший пластик. Этим пластиком я напечатал уже много всевозможных деталей и механизмов Например шестеренки на данном агрегате выдерживают почти 100 килограмм нагрузки Вам интересно что это за штука? А сейчас напечатаю стрёмный бутылкорез Он всего лишь для экспериментов И порежу вот эти бутылки Да, все начнут советовать что мне нужен подшипниковый бутылкорез Но пока у меня нет подшипников, я воспользуюсь тем что есть В дальнейшем конечно я его напечатаю У бутылок при изготовлении нарушена кристаллическая решетка Наверно побьют меня химики, но я думаю так Чтобы хоть как то и восстановить Бутылка должна пройти термообработку Конечно же феном Тикетка при нагреве отрывается отлично В общем ленту я нарезал Теперь осталось придумать как подать ее в нагревательный блок принтера В этом мне помогут донские шабашки Электромеханическое устройство предназначено для записи и воспроизведения с магнитных носителей О простонародье Кассетный маффон Раньше каждый пацан мечтал о таком Сколько души и инженерных мыслей вложено в эту кинематическую часть магнитофона Это было чудо японской электроники Но сейчас я попытаюсь снять резиновый вал со стабилизацией скорости кассеты На испытательный шаговый движок я хочу поставить два резиновых вала Сняты с кинематической части лентопротяжного механизма Не охота мне отдельно шаговый драйвер колхозить Воспользуюсь старым станком Подцеплюсь к нему Дальнейшие манипуляции я буду проводить на своем испытательном 3D принтере Попробуем подавать ленту ребром Вдруг будет сцепление лучше Ну да, это тема подавать ленту ребром Но деталь все-таки должна быть железная В будущем я конечно вытащу такую деталь А сейчас воспользуемся резиновыми валами Тестовый цилиндр размером 20 на 10 миллиметров Очень небольшие отклонения присутствуют конечно Но не критично Этот материал не растворяется никакими спиртами А сейчас я проверю тонким хирургическим способом А именно вот этой вот колотушкой В этом намотчике червячная передача И сам редуктор напечатан вторичным PET пластиком Но очень износостойкий материал Детальки можно напечатать любого цвета Какую бутылку найдете тот цвет и будет присутствовать в вашем дизайне Почему я печатаю сразу двумя лентами Просто одна лента изгибается в нейлоновой трубке Я пока еще не придумал как сделать нейлоновую теплоизоляцию Не цилиндрическую, а прямоугольного типа Тогда можно будет печатать и одной лентой Думаю с вашей помощью мы решим эту проблему Пишите свои идеи под видео Посмотрев одно из моих видео Коллега задала мне вопрос А что это ты за кругляшки такие отпечатаешь? Что это за шняга? Что с ними делать? Танечка специально для тебя я напечатаю Не знаю насколько тебе нужную вещь Может быть она действительно пригодится в домашнем хозяйстве Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот она эта вещица Это мыльница с двойным дном Теперь мыло всегда будет сухое Также на нее можно класть губки для мытья посуды Универсальная вещь Огромнейшее вам спасибо за кучу идей и предложений Которые вы оставляете под видео Десятками из них я уже воспользовался Также мне пишут такие идеи Как попробовать измельчить пластик мясорубкой Нет это не прокатит Я уже пробовал и ручку сломал Также пишут много советов чтобы я растворил пластик После чего вылил его на лоток Высушил и уже прогнал его потом Через мельчитель Давайте я сниму по этому поводу видео И начну прямо сейчас Это очень долгий эксперимент И в конце каждых своих новых видео Я буду вставлять понемножку Хипс, пенопласт, ЭБС В банках уже есть немного растворенного пластика Осталось только сделать приблуду Которая будет перемешивать все это Эта штука для измельчения прутка Напечатана пэд пластиком Но мы ее используем как штатив Для регулировки скорости Воспользуюсь широкно-импульсным модулятором При бомбах это работает Но что-то мне не хватает Вот теперь другое дело Красота Механизм запущен На протяжении нескольких новых будущих роликов Я буду вставлять результаты Посмотрим насколько работают советы по растворению На этом я с вами прощаюсь до следующего видео Главное чтобы не было войны Всем мирного неба! До встречи! Кстати, а как вам моя прическа? Не работают парикмахерские Приходится самому Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...